Всем привет! Вы на канале Жизнь с цветами и без. Меня зовут Светлана. Я рада приветствовать всех своих постоянных зрителей и тех, кто случайно зашёл на мой канал. Ребята, у меня сегодня такая радость, такая радость. Пришёл цветочек, который я искала два года. Я его когда-то видела в торговом центре в Краснодаре, по-моему, в Садовом раю, который находится. Азмол, краснодарцы знают там обе, а потом проходишь через него. Ну, в общем, неважно. Я его видела два года назад, но мне показался такой дорогущий. Не взяла. Но потом я приехала домой, я пожалела. Думаю, да твою же дивизию, да надо было брать и всё. Я ночью не спала. И уже после этого я сколько раз посещала выставки, торговые центры. Я его везде искала, его нигде не было. Видела в обзорах, ну, в основном не на российских каналах, в Германии видела, в азиатских каналах видела. У нас прям дефицит, дефицит. И тут вдруг одна девушка делает обзор в торговом центре Росток, город Краснодар. И показывает его. Всё, у меня башню снесло. Я в ту же минуту звоню своей приятельнице, вернее, дочке своей приятельницы. Слёзно прошу, умоляю, съездить, купить мне этот кактус. Ну, я ей сразу деньги пересылаю. Я сказала адрес, я всё нашла. Она мне сказала, обязательно съезжу. Она приехала в этот торговый центр. Она мне его сфотографировала. Говорю, да, он, бери, я ей тут же деньги перечисляю. Он у неё неделю был в Краснодаре. Потом моя приятельница из Лермонтово села. Здесь рядом со мной это село. Кто знает, кто отдыхал в Лермонтово, мне кажется, это на уровне Москвы и Питера. Все его знают. Моя приятельница из Лермонтово поехала туда к ней в гости. Привезла вчера уже поздно ночью. Сегодня утром она привезла этот кактус на работу, также в Лермонтово. Отдала другой приятельнице. И я уже сегодня где-то в полшестого вечера встречала в Новомихайловке на трассе эту приятельницу. Это уже третьи руки, да? И попал он ко мне только в четвёртые руки. Ребята, я только всем подряд говорила, не поливайте, не поливайте, не поливайте. Ну, там одна говорит, а с чего ты решила, что мы его вообще будем поливать? Я говорю, ну, мало ли, мало ли. Ну, как-то так. И сегодня я встречала у нас ливняка, просто страшный. Я говорю, заверни его в 32 пакетика, чтобы ни одна капля воды туда не попала. Ну, в общем, он у меня. Но для начала я вам покажу что-то другое. Ну, кто-то уже догадался, глядя на эту коробочку. Классная коробочка, да? Мне она прям так нравится. Классная коробочка. Давно тоже мечтала купить себе что-то подобное. И что-то подобного было всегда много. Но меня не устраивали размерчики. В общем, в общем, в общем, в общем. Та-дам! 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 Кружка. Кружка с кактусами. На Валберсе взяла. Их очень много, этих кружек. Даже на ручке кактус. Видите, мне так понравилось. Очень много этих кружек с кактусами. Но у всех размер маленький. А я люблю пить побольше. Смотрите, какие они тут. Вот просто веселенькие кактусы. Мне так нравится. В общем, здесь, здесь не написано. На коробке написано. Сейчас я гляну на коробке, что тут написано. А, вдруг кто-то захочет заказать. Вот такая мексиканская родня. Нифига себе! Я породнилась! 350 миллилитров. Поняли, да? Теперь у меня родня и в Мексике есть. Вот теперь я буду с вот этой кружки пить. А вообще у меня где-то 420 миллилитров чашка. Я и с той пью кофе. Ну, не, я теперь буду вот это. Класс! Вот прямо класс! Ладно, кружку в сторону. И давайте я вам покажу, то, из-за чего пошел весь сыр-бур. Готовы? Готовы, готовы, готовы? Та-дам! Смотрите, какая красота! Смотрите, какая красота! И не падайте в обморок. Фрукактус геометрический. Цена 2200. Нифига! Я решила. Тем более у меня день рождения. Чушь я себе любимый, да подарок не сделаю. Классный, да? Вот сегодня я его получила и сделала вот такие записи по нём. Так, Тефракактус геометрический. Цена 2200. Размер мяч для гольфа. Я вот тут даже измерила линеечкой. Ну, вот он где-то 5,5 сантиметра. Ну, чтобы сравнить, вот коробка спичек. Ну, я не знаю как. Вот так, вот так. Во! Размерчик. Ну, и тут я меряла 5,5. Что там ещё нацарапало? Так, 22-го, 11-го. Это сегодняшнее число. Кстати, красивое число, да? 22, 11, 20, 22. Это значит, сегодня ночью в 22 часа 22 минуты 22 секунды надо загадать заветное желание. И оно обязательно сбудется. Ну, загадаем. Будильник надо сейчас поставить. Так, купила Юля Алле. Это фамилия там. Не буду писать дальше. По моей просьбе. Второй он в торговом центре Росток, Краснодар. Улица 40 лет Победы. 129 дроп 2 и записала телефон. Ребята, вот по-моему, я почему записала телефон? Надо им позвонить. По-моему, они делают рассылку. Вот, если кого-то заинтересует, у них есть даже сайт. Краснодар торговый центр или что-то такое Росток. В общем, попытайтесь счастья, может, найдёте. Вот. Что ещё меня поразило в этой покупке моей, в этом Тефрокактусе? Вот сейчас знатоки и те, кто постоянно занимается цветами, пересадками, посадками, точно ахнут. Ребята, смотрите. Он сидит в лечузе. Я такое в первый раз вижу. Вот честное слово. Всегда в каком-нибудь транспортировочном грунте, лёгком, там, торфяной или кокосовый. Здесь лечуза. Но меня прямо аж жаба душит, раздирает. Посмотреть, это сверху лечуза или полностью он в лечузе? Кстати, горшок какой диаметр? Десяточка, по-моему. Ой, по-моему, десяточка. Не, меньше чуть-чуть. Семёрочка. Во. Вот прям хочется, хочется. Я вообще-то не планировала его пересаживать. Думаю, пусть стоит до весны. Весной разберёмся. Но я вспомнила, что у меня ещё есть один тефрокактус. И у него была стагнация. Всю жизнь запомнила. Это весёлое слово. Была она летом. Вот он, тефрокактус у меня. Ещё один. Короче, у меня теперь два крутых тефрокактуса. О, сказала слово «крутое» и вспомнила. Меня вот моя приятельница сегодня утром прямо ошарашила, когда другая приятельница привезла на работу этот кактусик и передала той. Я ж той звоню. Я говорю, ну как тебе кактус? Она, ничего особенного, кактус как кактус. Убила. Убила. Ну, это она из вредности сказала. Но неужели он даже не похож на обычный кактус? Он и рядом не стоял с обычным кактусом. Неужели его вот типа обычный? Ага, обычный. Ладно, отвлеклась. Смотрите, у меня вот ещё один тефрокактус есть. Ой, я его над ним тоже, говорю, как говорится, с бубном вокруг него танцую, бегаю, прыгаю, боюсь залить. Сейчас я вам прочитаю про него мои записи. Ой, так, не, я на него буду показывать. Вот они, мои записи. Это вот в очечах, чтобы... Ну, давайте их рядышком поставлю. Может, Ютуб всё-таки покажет вот так вот их рядом. А то вечно то ведро моё с грунтом показывает, то метёлку для уборки. Это вообще офигею. Ладно. Так, вот этот бумажный кактус. У него колючки, кстати, как у бумаги. Как бумажные. Ой, Господи. Так, 13 февраля в 22-м году купила на выставке в городе Краснодаре торговый центр «Галактика». 550 рублей. Было два шарика. Вот смотрите, было всего два шарика и стоил 550 рублей. И стоил 550 рублей. А этот один, 2200, да? Зашибись. Так, было два шарика. Поливать очень-очень редко. Это я про него начиталась, что он боится воды. И вот просто я его действительно редко поливаю. так, 23-го, 24-го апреля пересадила в большенький горшочек уже 4 шарика. Вот смотрите, получается, что в феврале я купила два шарика, а в апреле он мне дал уже еще два шарика. Получается, у меня тут иногда спрашивают, когда у тебя рост у цветов. Получается, этот рос только весной. Вот два шарика зимой купила, два шарика в апреле он мне дал. Все. Все лето он не рос. Вот так вот. Так, молоденькие колючки стреляются. Во! У меня есть видео про этот кактус. Я там прямо уж возмущалась и ругалась. Вот когда еще нет бумажных колючек, сразу говорю новичкам, когда нет бумажных, и вылазит только-только молоденький шарик, у него обычные мелкие-мелкие колючки, которые можно толком даже не заметить. И они стреляются. И вот к нему так дотронься, и сразу у тебя все это будет на пальце. Вот, стреляются. Так, грунт составной мой, сверху лечу за. Вот. Вот здесь грунт мой 100%. Здесь есть дренажные отверстия, есть дренаж из керамзита высокий, думаю, 100%. Чуть-чуть моего составного грунта, в который входит грунт для кактусов и суккулентов, перлит, уголь, песок, чуть-чуть лечузы. По-моему, все. Вот. А уже сверху я засыпала лечузой. Почему я так сделала? Думаю, все-таки лечуза быстрее просыхает, а если бы сверху был просто мой грунт, и там же он же как земля, вот для кактусов и суккулентов, будет мокренько, и я боюсь, что он загниется. Вот как-то вот сама до этого дошла и вот так сделала. Ничего, вот сегодня у нас 22 ноября, жив-здоров, но правда худенький. Может, я его даже не дополиваю. Я его, когда поливаю, поливаю абсолютно теплой водой, прям вот теплой, отстоянной, не меньше суток, это точно, а то и больше. И поливаю, вот прям вот вот сюда лью, чтобы вода туда проходила, а к ним даже не доходила. Вот настолько я боюсь залить, потому что это вот мое заливать. Так, что дальше? 18 июля весь сморщится, полила, не набухает, думаю, стагнаться. Вот это слово я выучила. Это я прочитала в интернете, посмотрела в интернете. Стагнаться это летний сон, который идет полтора месяца. Короче, в самую жарюку в июле он у меня заснул. Вот так. 20 июля наблюдаю, вроде чуть-чуть набрал шарики. Я капельку полила и вроде бы как он надул. 29 августа в жару засыпал, восклицательный знак, сейчас набрал шарики. Ура! Восклицательный знак. 24 сентября 22 года получила еще один шарик. Вот. Я подстраховалась и купила, у меня есть, кстати, посылка от 24 сентября, где я получила еще вот один вот шарик. Вот цену, правда, не записала, но надо видео посмотреть, и там видео написано, надо пересмотреть и написать в тетрадку. Все-таки видео дело хорошее, но когда у вас в тетрадке все вот это дело записано, уже не надо ничего пересматривать, и как обычно у меня-то болтовни много, а тут кратенько она посмотрела и все. Так, что я теперь хочу делать? Смотрите, я не говорю, не хотела пересаживать, но меня прям вот раздирает, что ж там за грунт. Я приготовила практически точно такой же горшочек беленький, вот, ну, примерно один в один. там дырки у меня. Насыплю сюда, вон он, дренаж, керамзит, это мы будем с вами делать, и, скорее всего, посажу в лечузу. Ну, для начала надо хотя бы глянуть, что там внутри этого чарика. Так, ну шо, с богом, да? Кстати, он по бокам не колючий, вот тут, у него колючек нету, у него там колючки. Сейчас я вот так вот чуть-чуть примну, вот просто уже уколол. Это у нас не первое знакомство. Ладно, первый жгучий поцелуй. Так, подождите, жгучий такой поцелуй. Ой, заодно я сейчас вам покажу, как вытаскивать колючки. Сейчас сбегаю на балкон за кое-чем. Во, ловите от меня лайфак. Берю, лайфак сказала, да? Ну, короче, да елы-палы, с этими нерусскими словами забыла русские слова. Как сказать? Не, ребят, ну это вообще-то. Короче, если вы поймали кактусовые колючки, берете любой скотч, вот так вот, где у вас колючка, вот так вот, прижимаете палец, вот так, хопа, все, колючка осталась там. Отловите. Как это? Как сказать? Не, ну подставляйте. Вот у меня такое бывает. Я их называю запор мысли уже на эту, на этот свой лексикон подсадила всех. Ну что, все, оторвался? Все, оторвался. Совет, твою мать! О, надо сделать советы от Светы. О, советы от Светы. Вот, все, ничего нету. Короче, давайте смотреть, что у нас там внутри. Я же хочу прямо вместе с вами. Ребята, да неужели тут все лечу за? Да тут, наверное, поэтому и цена такая дорогая, что лечу за дорогая. А нет, там что-то есть еще. Так, подождите. Что тут еще? А знаете, что еще здесь? это, серамис. Может, это или вот какая-то еще другая лечу за есть. Я только лечу за ипон пользуюсь, а тут какая-то другая. Я, скорее всего, в этот же грунт и посажу его. Вот, в тот горшок, но в этот же грунт. И все тут сухо-сухо. О, давай, выкатывайся. Хопа! Получилось. Ура! Гляньте, дырки хорошие были. Вот так. Ну, смотрим. Загадила я тебя. Ну, что, отмоем. Вернее, не отмоем, я кисточкой его почищу. Ух ты! Ух ты! Смотрите, какие корни. Но я видела, что у него корни хорошие. Я же до этого тут перелопатила кучу интернета. Кстати, у нас, на наших каналах, я уже сказала, да, очень мало о нем сведений. Очень, очень мало. Либо скудненько. Так, ну, что, мне прямо нравится. Оставлю-ка я этот грунт. Перемешала. Так, пойду за кисточкой, чтобы его чуть-чуть вот почистить. ой, смотрите, какая гадость. Пока я его чистила, я обнаружила вот такое пятно сухое. Я даже не знаю, что делать. Я, наверное, его все-таки посажу в свой грунт, но, гляньте, как интересно. Обратили внимание, вот, как это идет корешок? Смотрите, прямо из шарика. Интересно. Короче, я его посажу сейчас в свой грунт, но не до конца своим грунтом. Сверху присыплю просто чистой лечузой, потому что здесь я все-таки наблюдаю то ли кора, ну, что-то тут есть, то ли, ну, не пойму, что тут. Это пыль есть. Я думаю, если эта пыль будет намокать, вот эта гниль может опять развиваться. Поливать я его не буду до февраля месяца. В феврале посмотрю. У меня обычно в феврале все цветы просыпаются, ну, где-то во второй половине. Посмотрю. Ну, однозначно посажу и сверху обсыплю вот где-то вот досюда, вот на ноготь, именно лечузой, чтобы не было соприкосновения с вот этой всей фигней. Так, начали. Смотрите, я дренаж керамзит положила, хотя вот сомневаюсь, мне тут всю жизнь так сажало с дренажом, а тут одна девушка мне сказала, что керамзит, он может набирать воду и типа из-за этого еще могут загниваться. но я что-то все равно буду так делать. И что-то я корни не рассмотрела особо. И не вам не показала ни себе. Ну, да, он чуть-чуть отпал. Я требушить сильно не буду. Не знаю. Короче, с такой, с таким цветочком, они вроде как корни, не знаю, живые, нишевые. Весной посмотрим, да? Ага. В общем, сюда я сейчас насыпаю его родного грунта. Не сразу, как говорится, от мамки будем отрывать. Потом поставлю, прям рукой буду на весу держать, чтобы, ну, как на весу, вот так. Ой, блин, сейчас, подождите. Вот так, вот так вот прям буду держать и засыпать, чтобы вот корни не приплюснулись, а вот так. А потом уже сверху лечузой. Во. Вы поняли, да? Мой ход мыслей и действий. Я тут еще чуть-чуть ему корней потрепала, кое-что, конечно, отвалилось. Ну, будем надеяться, что все с ним будет нормально. Знаете, у меня лечузы тут, ну, сантиметра два я сделала. Что-то мне как-то вот этот грудь смущает. Вас тоже, да? Не замазывала я ничем ту болячку, я просто буду на нее посматривать. Честно говоря, я даже не знаю, она, эта болячка еще действующая или уже старая, может, она уже все. Лишний раз не хочется его дергать и ничего ему делать. Вот как-то так посадила. Вот они у меня два любимых, господи, что мне там мешает? А, эта штучка мешает. Два любименьких моих кактусика. Ну, вот этот может даже и можно полить совсем. Хотя они сейчас тоже вроде спят. И летом спит, и зимой спит. Фиг поймешь. Девочки, вот кто сталкивался именно с вот этими кактусами? Потому что уход у них чуть-чуть другой, чем у обычных кактусов. Подскажите. Ну, то, что он летом, ну, как в апреле рос, это я уже сама могу каждому подсказать, потому что вот эти два шарика у меня в апреле наросли. Летом он спал, я тоже это увидела. А вот что зимой с ним делать? Или ничего не делать? Ну, класс. Да? Сегодня у меня видео получилось какое-то длинное и серьезное. Ладно. зато долгожданное и любимое. Буду теперь холить и лелеять. Ну, ладно, ребята. До этой веселой идут. Я желаю вам. Слушайте, а сама вот вечно начинаю говорить и вспоминаю. Вот шарик, да? Вот, наверное, у наших футболистов футбольный мячик в шипах, что они его боятся и не могут выиграть. Эх, ладно. Я желаю вам и вашим цветочкам на этой веселой ноте процветания. И помните, что все будет хорошо. Даже не сомневайтесь. Вот я это точно знаю. не сомневайтесь. LOC